МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошел с многочисленными, на наш взгляд, нарушениями и просто невероятно спорными моментами. Начинается с того, что судья намеренно не включал микрофоны, тем самым не дав нам получить четкую запись на диктофон озвученных цифр. Судья сразу оговорился, что любые выступления из зала, то есть любые требования включить физиков как третьих лиц, как по стадающей стороны, будут отклоняться заранее. Я попытался заявиться в суд в качестве третьего лица без предъявления требований. С одной единственной целью. Дайте список активов, которым обладал банк на момент отзыва лицензии. Только одно. Отказали? Смутил такой момент, что представители временной администрации назвали сумму выданных кредитов, это порядка 19 миллиардов, и почему-то, ну, как-то наперед непонятно, заявили, что это плохие долги, которые, возможно, не выплатят. И они еще сказали, что они уже и сейчас не платят. То есть кто брал кредиты в мастер-банк. Соответственно, то есть слыша такое, да, то есть маловероятно, что финансовое положение, положение, оно как-то улучшится. То есть для нас это звучит так, что есть возможность договориться с крупными кредиторами о том, что они не будут возвращать кредит, да, его просто простят. Ну, поужару, да, не взыскали. И, собственно, понятно, что эти деньги, кому и как они идут. Мы услышали признание агентства по страхованию вкладов и Центробанка, которые говорили в унисон, что, с одной стороны, временная администрация, вроде бы СЦБ, хотя говорил это человек из АСВ, временная администрация не смогла полностью оценить объемы как кредиторской задолженности, так и оценить активы. Причем они эти активы постоянно переоценивают вниз, что обычно соответствует, ну, ситуации их просто банального разворовывания. Если, как говорится, первоначально дыру, которую заметили, 2 миллиарда, а фактически она порядка величины 20 миллиардов, вот качество надзора. Если такое качество надзора, то, пардон, как бы, и чем больше банк, тем хуже этот надзор. Ну, так получается. Если цифра не окончательная, тогда, может быть, стоило перенести заседание суда, таким образом дать возможность реально, не приближенно, да, а реально оценить финансовое состояние банка, а после этого делать какие-то выводы. Каким образом на деле будет производиться оценка активов, пока можно только гадать. Но вкладчиков этот вопрос волнует больше всего, ведь именно от этого будет зависеть судьба их денег. Было заявлено, что есть вип-персоны, да, что у них есть часть требований, которые, может быть, даже еще не совсем узаконены. Мы точно знаем, что они есть и точно знаем, что они с ними еще придут. Прозвучало это именно так. В течение месяца конкурсный управляющий должен собрать освещание кредиторов. Собрание кредиторов. На собрании кредиторов, соответственно, должно быть выбран комитет кредиторов, состав которого уходит от 3 до 11 человек. И в зависимости от, будем так говорить, финансового состояния кредиторов, да, то есть как бы от объемного показателя, да, в этот комитет там выбираются представители вкладчиков. В зависимости, да, вот того самого комитета кредиторов, который соберет АСВ, неизвестно когда, вот когда захочет. У нас есть год неизвестности, да, год, в течение которого до нас будут доходить слабые слухи, что сумма активов такая-то, что кредитов не платят даже больше, чем плохих кредитов, еще больше, чем планировалось. И, в общем, наверное, какие-то, ну, по сути, судьба нерадостна абсолютно. Что вы видите в балансах? Не верьте ни одному слову. То, что банкиры говорят, не верьте ни одному слову. То, что говорит Центробанк, не верьте ни одному слову. Дальше продолжать? Не хочется реально. Хочется реально государственного подхода, условно. Забрали актив у проблемного банка, переведите туда и, по сути дела, вкладчиков. Защитите вкладчиков, это будет нормальная государственная позиция. Инфраструктура бизнеса была интересна многим. Альфа забрала банкоматную сетку во временное пользование до открытых торгов. Очевидно, что сейчас есть текущий доход, который должен, по идее, идти в конкурсную массу. Какой он? Идет ли? Никаких данных. Сбербанк забрал процессинг. Это клиенты. Это очень дорогая база. Мастер действительно был известен как один из самых успешных квалинговых банков. Соответственно, вкладчики с обязательствами, то есть получается, из работающего бизнеса забирается работающий актив, самый лучший, не забирается обязательство вообще. Возникает вообще правомерность. Причем вкладчики там до конкурсного производства, до комитета кредиторов не имеют даже никакой информации ни про активы, ни про текущие платежи. Наверняка и среди вас будут те, кто посчитает, что вкладчики сами виноваты. Но случай с мастер-банком даже эксперты не сочли рядовым и прогнозируемым. Между тем люди потеряли последние деньги. 20 лет я копила на квартиру, потому что родители, к сожалению, не могли мне обеспечить жильем или какими-то своими метрами. И в мастер-банке все мои финансы оказались, потому что я выходила на сделку по квартире. В мастер-банке было удобно воспользоваться ячейками. Это было быстро. И ситуация на данный момент такая, что, а зачем были эти 20 лет? Зачем начался в школе? Зачем начался в институте? Зачем работала? Вот это все было зря. Если дробить все вклады, это, что называется, либо неуважение ко всей системе, условно-государственной, которая обеспечивает лицензирование банков, их надзор. А с другой стороны, если массово отзывают лицензию банка, где бы вы не хранили? Где бы вы не хранили? Вы так или иначе попадете? Я считаю себя пострадавшей стороной, и за мной идет рефреном крушения многих судеб и даже под удар поставлен на жизнь моего мужа, который получил инсульт. Я отлично понимаю, условно, как бы правительство и поддерживаю, что банковскую систему надо очищать от недобросовестных банков. Но надо очищать это квалифицированно и не подставлять под удар, вообще говоря, обычных вкладчиков. Это грабеж реальных вкладчиков. АСВ, по сути, и компенсирует потери за наш счет. Мне кажется, неправильно, когда вкладчики отвечают своими деньгами за возможные проблемы руководства мастер-банка. У меня на данный момент вопрос не доверия банку, у меня вопрос доверия государству. То есть я понимаю, что здесь я просто не могу ни на что рассчитывать, я здесь не защищена абсолютно. А ведь, кстати, большая часть вкладчиков, пострадавших, они спокойно сидят дома и думают, они уверены на 100%, что им все вернут. Действительно, если верить слухам, есть персоны, которым переживать за вложенные деньги не стоит. Об этом нашим героям сообщили на суде. Когда представитель АСВ отдельно выделяет категорию высокопоставленных лиц, особо уважаемых вкладчиков. И это на суде. Честно говоря, верх цинизма. Верх цинизма как бы и вот АСВ, и Центробанка. Сообщение, которое государство сделало этой ситуацией, деньги в российских банках хранить нельзя. Ни до 700, ни после. Все. А что делать тем, у кого нет уверенности в том, что вложенные деньги удастся вернуть? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мы создали инициативную группу, объединив… Мы знаем, что по мастер-банку 20 тысяч пострадавших, это превышенцы. По всем банкам, по 8 банкам, которые пострадают в последнее время, это 50 тысяч человек. Мы поняли, что бороться в отяночку невозможно, поэтому мы объединились. Мы создали свой вклад, свой сайт «Отдайвклад.рф», выбрав такое название, чтобы он запоминался. Это фактически тот призыв, к которому люди обращаются сейчас к ЦБ. Мы собираемся проводить митинги, мы собираемся говорить о том, что случилось, что нельзя просто так ограбить людей. Мы собираемся писать и пишем на самом деле. Мы собираемся подавать иски, в том числе и в Конституционный суд. По сути, сейчас, насколько мы будем шуметь, настолько нам и заплатят. И мы это тоже понимаем. Складывается впечатление, что эти люди могут рассчитывать только на свои силы, поскольку на сегодняшний день никакого содействия от сильных мира сего они так и не добились. И если пресс-центр Банки.ру – это единственное место, где вас могут услышать, мы готовы оказывать посильную помощь. Пока ясно, что впереди по делу Мастер-банка еще не одно заседание суда. Но дадут ли эти разбирательства реальные результаты, и будут ли приняты решения в пользу тех, кто в этом действительно нуждается? У нас есть грустная шутка, что мы стали невольными спонсорами Олимпиады. И вот... И ничего. Да. Вот тут спрашивайте, осталась ли у нас вера, и как будет дальше. Мы хотели бы напомнить всем зрителям, слушателям, что через 4 года чемпионат мира по футболу – это очень дорогое удовольствие. Понимаете, сколько лицензий ее отзовут? Юлия Нагорный, Евгений Копусов, Банкиров. Который, Павел, 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 Павел. Как и Лукашенко там все поднимается. Который, Павел, Павел Павел. Устан Goo.